Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня я вместе с Елена Райковной Мехитарян, руководитель лаборатории нейрогериатрии российского генетологического научно-клинического центра. Сегодня мы будем говорить о деменции у пожилых и будем говорить в особом контексте, мы будем говорить о социальных аспектах деменции, о социальных предикторах деменции. И, наверное, Елена Райковна, начать я бы хотела с того, что мы недооцениваем социальный фактор, мы недооцениваем то, как человек живёт, с кем он живёт, где он живёт, с кем он общается. Больше мы уповаем на факторы риска, связанные с хроническими заболеваниями, больше мы уповаем на лечение лекарствами и совсем мало обращаем внимания на социальные аспекты. И поэтому исследования, которые сегодня мы будем показывать, совершенно необычные, на мой взгляд, и выбиваются из такого общепринятого контекста, который обсуждается на медицинских образовательных порталах. Потому что вот эта публикация журнала Американского гериатрического общества, которая вышла совсем недавно, в 2022 году, и где оценивается влияние социальной изоляции на развитие деменции при достаточно длительном наблюдении. И наблюдение это осуществлялось у пациентов, которые находятся в регистре медикея. И вы видите, что наблюдалось 5022 человека. Из них 23,3% социально изолированы и 76,7% не изолированы. Шансы развития деменции давайте обсудим. Я хотела сказать, что действительно, Ольга Николаевна, социальная изоляция очень большой фактор риска. И здесь, что интересно, что в этом году буквально несколько публикаций было посвящено социальной изоляции. Вот что касается этой вот американской базы данных, вот как мы видим, да, социальная изоляция увеличивает значимый риск возникновения деменции. Получается, что риск, да, 1,27%, то есть где-то на 27% увеличивается риск возникновения деменции. Ну, есть у нас так называемые факторы риска, которые поддаются коррекции, да, и не поддающиеся коррекции. В данном случае можно сказать, что возраст, да, это тот фактор риска, известный фактор риска, который никак не поддаётся коррекции. Но основные факторы риска, как мы видим, действительно можно как-то скоррегировать, да, модифицировать для того, чтобы снизить риск возникновения деменции. И здесь, конечно, ещё бросается на первый взгляд всё-таки это уровень образования. Как мы видим, несмотря на то, что у людей и с высоким уровнем образования тоже есть шансы заболеть деменцией, но у людей с более низким уровнем образования значимо практически, как вы видите, в два раза больше шансов заболеть впоследствии, да, иметь деменцию, чем при наличии более высокого уровня образования. Таким образом, у нас будет с вами сейчас ещё публикация, вот очень интересная, связанная с тем, что фактически мы должны наблюдать не инволюцию когнитивной функции, а эволюцию, начиная с детства, когнитивной функции. И в этом контексте и образование, но ещё очень интересная публикация у нас впереди, где ещё один аспект будет, который имеет значение в детстве с точки зрения риска развития когнитивных нарушений уже в пожилом возрасте. Ну и, в общем, подытожить, наверное, следует таким образом, что социальная изоляция, уровень образования, наверное, едва ли не на первом месте среди факторов риска при вот этом девятилетнем наблюдении. Имеет значение, вы видите, курение, наличие хронических заболеваний, и то едва-едва достоверно, да, в большей степени всё-таки именно вот социальные аспекты и образование. Хотя здесь много чего нет, здесь нет сенсорных дефицитов, здесь нет каких-то сосудистых, полноценно проблем у пациента отдельно рассматриваемых. Поэтому здесь, например, сахарного диабета, наверное, мы бы получили, может быть, более интересную картину. Но значимость социальной деменции мы с вами можем спокойно констатировать. И в связи с этим переходим к следующей публикации. Это тоже публикация 22-го года, очень интересная, где использовали британский биобанк, где все данные были скорректированы по демографическим, социально-экономическим, биологическим, когнитивным, поведенческим и психологическим факторам. И очень интересный анализ проводился между объёмом серого вещества и социальной изоляцией и одиночеством. Переходим к результатам, и давайте их обсудим. И вот хочу сказать, что действительно, Ольга Николаевна, в этой публикации, то, что вы говорили, про недостатки первой публикации, они как раз-таки всё-таки вот в этой публикации, уже в британском большом исследовании, они всё скорректировали и посмотрели, и убрали вот эти влияния и давления, и диабеты, и вот всех прочих факторов. И было включено, как вы видите, очень большое количество участников. Более 460 тысяч участников было. Но при этом исходный, посмотрите, средний возраст составлял 57 лет, то есть это не было 70+. И вот в среднем наблюдали этих пациентов практически около 12 лет. Из них почти у 5%, у 5 тысяч людей развелась деменция. Ну, по любой причине, мы не берём, да, там болезнь Альцгеймера или другую деменцию. В среднем смотрели всю деменцию. И было показано, что именно социальная изоляция была связана достаточно высоким увеличением риска деменции. И этот риск, кстати, был такой же, как и в предыдущем исследовании, в американском исследовании. Но при этом этот риск был независим от различных факторов риска, включая одиночество и депрессию. А можно отличие социальной изоляции и одиночества? Вот мне не очень понятно. Да, вот в этом исследовании очень интересно, они вот разделили изоляцию и одиночество. И вот здесь не приведено, но вот в публикации очень интересные данные. Там специальный опросник есть, который давали пациенту для выявления социальной изоляции. Предполагается, что одиночество, то есть одинокий человек, который живет один. А социальная изоляция подразумевалась, там были определенные вопросы, как часто в последнюю неделю пациент общался с близкими, с друзьями, есть они у него или нет, как часто он из дома выходил, как часто там покупки совершал и так далее. То есть вот действительно такие вопросы, при помощи которых выявлялась именно социальная изоляция. Вот в этом исследовании в связи с этим разделяли одиночество и социальную изоляцию. И вот было показано, что как раз-таки одиночество не являлось таким большим фактором риска. Вы видите, 1,04% всего. А вот именно социальная изоляция, когда человек себя изолирует от общества, уже значимо влияло. То есть человек может одиноко проживать, но при этом общаться, быть активным, иметь количество друзей, каких-то интересов. А с другой стороны, человек, который может жить в семье, может быть социально изолирован. Наверное, это очень правильный вывод. Но и самое главное, вот этот последний вывод, он просто потрясающий. Он всё говорит о том, что значит социальная изоляция для старения мозга. При этом, посмотрите, средний возраст, опять же, 63 года. Более чем у 32 тысяч участников сделали магниторезонансную томографию и выявили, что именно не у одиноких, а у социально изолированных людей объём серого вещества был ниже в височной, лобной и тех областях, гиппокомпальных областях именно, которые больше впоследствии отвечают за развитие деменции. Нужно сказать, что вот по поводу социальной изоляции очень активно этим вот японцы всегда занимались. У них было большое количество исследований, и они, кстати, к социальной изоляции ещё и добавляли оплачиваемую работу. То есть, человек работает на, если даже он пожилой, если он что-то делает и работает, очень большое влияние считает, что играет ещё и оплачиваемость данной работы, например. Ну, в Японии много пожилых людей, и в Японии очень распространена деменция. Кстати говоря, даже при стратификации по возрасту всё равно получается, что по каким-то причинам в Японии распространённость деменции выше. И, конечно, у них очень интересных много исследований, но сегодня этих исследований мы не приводим. Я думаю, это у нас ещё в будущем. Ну и, конечно, исследование, которое совершенно потрясает и меня, и Елена Райковна. Мы уже это обсудили до начала нашей встречи. Взаимосвязь детских травм и социальной изоляции в детстве с когнитивными функциями в пожилом возрасте. Это вот к тому, что мы говорить должны об эволюции головного мозга, о всей биографии развития функций головного мозга и угасании функций головного мозга. И результаты когортного исследования свидетельствуют о том, что пережитый неблагоприятный детский опыт, связанный с изоляцией, независимо ассоциируется с более быстрым снижением когнитивных способностей. Кроме того, социальная изоляция может быть значительным фактором, влияющим на темп ежекодного когнитивного снижения. И вот здесь, конечно, наверное, нужно бить тревогу и обращать внимание и педагогов, и родителей на этот факт. Наверное, правильно, когда родители как можно быстрее ребёнка отдают в какой-то коллектив, детский коллектив, где ребёнок начинает общаться. Наверное, не очень хорошо, когда он растёт один, только с няней. И кроме того, наверное, очень важно вот сейчас действительно не забывать о том, что когда ребёнок бесконечно учится, занимается с репетиторами, математикой, языками бесконечно, компьютерными играми, что ему нужно просто человеческое общение, что, оказывается, это влияет на всю его жизнь. Да, и с этой точки зрения, конечно, сейчас мы живём в такую эпоху, когда всё очень облегчилось, но с другой стороны, вот я вижу по своим детям, теперь все занятия по скайпу, да, вот с теми же репетиторами. Раньше же группой приходили, общались между собой, было какое-то общение. А сейчас, к сожалению, даже у детей времени на общение не хватает. А если хватает, то, да, опять же, такое онлайн общение получается. Поэтому мы действительно сейчас имеем, наверное, высокий процент деменции, и что будет в будущих годах, тоже вопрос. Поэтому нужно всё-таки обращать внимание и на тех детей, которые, несмотря на то, что, да, живут в социуме, но себя изолируют от всех. Ведь мы знаем, что в каждом классе, например, есть такие дети, которые не общаются, да, со своими сверстниками, не имеют такой большой круг общения. Вот это, конечно, очень важно, особенно, да, здесь у педагогов большая роль, чтобы с родителями беседовать, потому что что будет дальше, это уже большой вопрос. Возможно, действительно, у них и возникнет та самая деменция, к сожалению. Да, и мне кажется, в связи с этим мы, наверное, должны ещё и ещё раз сказать, что заниматься профилактикой деменции нужно как можно раньше. Если мы хотим прожить здоровую, когнитивно здоровую жизнь, то мы должны заниматься профилактикой, и надо заниматься этим как можно раньше. То есть, общение, начиная с детства, хорошее образование. Ну, а для нас, для врачей, очень важно знать вот эти предикторы и заниматься профилактикой когнитивных нарушений и диагностировать когнитивные нарушения как можно раньше, либо факторы риска когнитивных нарушений. И как только мы видим, что ситуация начала ухудшаться, сразу же как можно раньше подключать не только немедикаментозные, но и медикаментозные методы лечения. И здесь, наверное, как нигде важно вовремя схватить ситуацию и начать управлять ситуацией. И вот эффект ранней терапии, наверное, об этом мы должны сказать, завершая наше сегодняшнее обсуждение. Я хотела сказать, что, к сожалению, очень часто мы выявляем, как раз-таки пациенты приходят к врачу уже на стадии деменции. Поэтому очень важно говорить о ранней диагностике на этапе додементных нарушений. И как вы видите, да, вот эффект ранней терапии именно в долгосрочной перспективе, насколько меняет зависимость пациентов от посторонней помощи. Если пациент приходит уже на стадии деменции, вот видите, позднее лечение, да, только незначимо. Мы можем поменять ситуацию. Ну, действительно, улучшить состояние пациента можно, но совершенно не так будет это заметно. А вот если мы начнём лечение уже на додементной стадии, выявим этих пациентов, правильно будем лечить, то можем надолго сохранить самообслуживание пациентов. Это годы, это не месяцы, не дни, а именно годы. И когда мы говорим всё-таки о терапии, нужно сказать, что у нас есть противодементные препараты, да, которые мы применяем уже на стадии деменции. Но один противодементный препарат, который чаще всего используется на стадии деменции, есть очень много результатов по его применению на додементном этапе. Это всем нам известный акатинол-мемантин. У нас действительно очень большой опыт его применения на ранних стадиях, и есть очень много исследований по его применению даже на вот таких самых-самых ранних стадиях. Сейчас идёт исследование о профилактическом его приёме, но это только исследование, да, пока нету окончательных результатов. Это препарат, который… Почему его можно, нужно применять раньше? Потому что этот препарат, он уменьшает, он влияет на все патогенетические механизмы развития, да, когнитивных нарушений, он и улучшает синаптическую пластичность, он защищает клетку от гибели, снижает процессы нервоспаления, уменьшает отложение амилоида, это было показано на животных моделях очень хорошо, да, увеличивает содержание нейротрофических факторов, снижает количество оксидативного стресса, то есть сохраняет клетку от гибели, замедляет вот этот процесс старения. Поэтому лечить нужно на ранних этапах. Чем раньше, тем лучше. Совершенно верно. И ещё раз, есть препараты с доказанными эффектами, и мы привыкли говорить о том, что на стадии деменции мы должны назначать базисные антидементные препараты, да. Но вот сегодня мы бы хотели, наверное, сделать акцент на том, что начинать мониторировать ситуацию, влиять на ситуацию надо задолго до развития деменции. Начиная с детства, да, когда сначала мы используем немедикаментозные методы образования, социальная активность, которую поддерживать надо в течение всей жизни, в том числе, когда человек уходит на пенсию. Это вот бывает такая точка сдвига, мощного негативного сдвига с точки зрения когнитивной функции, ранняя диагностика и вмешательство на стадии ранних когнитивных нарушений. Ну и чем дальше, тем больше у нас арсенал, именно медикаментозный. Ну об этом мы будем говорить в других наших передачах. Я думаю, что, да, наверное, нам надо сказать о сайте Мемини. Как всегда, это наш партнёр, это сайт, который, портал, большой портал о деменции. Наверное, самый известный у нас портал, который помогает и врачам, и пациентам, и их семьям. И вот, да, сейчас как раз очень активно развивается этот портал. Самое главное, что это портал без рекламы, да, там нет никакой рекламы, никакого препарата. Сейчас очень активно он развивается как помощь доктору. То есть, когда мы на приёме не успеваем с пациентами говорить обо всём, рассказать им обо всём, обо всех последствиях, да, мы их направляем на данный сайт, они на этом сайте могут найти всю интересующую для себя информацию касательно деменции, ухода. И вот на этом сайте появляются периодически тоже новые рубрики. И вот хотели вам представить тоже новости. Это новые рубрики, которые появились на сайте Мемини. Во-первых, стал работать форум, он немножко в новом формате стал работать, да, но очень, на мой взгляд, это очень большой плюс, потому что на форуме общаются между собой родственники, которые ухаживают, да. Друг другу советы разные дают, и получают также советы от врачей, от профессионалов. И больше всего вот мне нравится вот эта новая рубрика о информации о соцслужбах и организациях, где можно посмотреть, да, какие лечебные учреждения есть, куда можно обратиться, такси для мобильных пациентов, как вызвать и так далее. То есть очень много рубрик в помощь пациенту. И, конечно, указания о соцслужбах и организациях, какие есть ассоциации, да, по патронажу, по, ну, те службы, которые могут помочь родственникам в уходе за пациентом. Мне кажется, это действительно такой большой плюс, потому что у нас, к сожалению, социальная служба и медицинская служба, да, подчиняются, это разные ведомства, то есть это не одно ведомство, и очень хорошо, когда есть преемственность между различными ведомствами. И, конечно, уход уже за пациентами с деменцией, это уже, к сожалению, да, в большей степени ложится на плечи родственников, помогают им соцслужбы. И вот есть такой помощник, где можно найти всю необходимую информацию. Ну, это на сегодня все наши новости. Я надеюсь, что они были не только интересными, но и полезными. И мы благодарим вас за внимание и ждем на следующих наших передачах. До свидания. Спасибо, до свидания.